На среду запланировано событие, которое может повлиять на курс новозеландского доллара. Подробнее в свежем выпуске экономического календаря. Первыми в 9 утра выйдут данные о текущем счёте еврозоны за январь. В декабре 2016 года профицит текущего счёта с учётом сезонных факторов сократился, а в ноябре он составил 36,4 миллиарда. Ассоциация ипотечных банков США опубликует еженедельные данные о заявках на ипотечные кредиты в 11 утра. Количество заявок увеличилось на 3,1% в период с 3 по 10 марта. В час дня выйдут данные индекса цены на недвижимость США за январь. По данным Федерального агентства жилищного финансирования, в декабре индекс цены на недвижимость повысился на 0,4%, а в четвёртом квартале прошлого года рост индекса составил 1,5%. В два часа будут представлены данные об объёмах продаж на вторичном рынке недвижимости в США за февраль. Общие объёмы продаж, которые включают завершённые транзакции на продажу домов на одну семью, таунхаусов, кондоминиумов и кооперативных квартир, увеличились на 3,3%. И в январе этот показатель с учётом сезонных факторов составил 5,69 миллиона. В декабре этот показатель был пересмотрен в сторону повышения и составил 5,51 миллиона. И последним в 8 вечера выйдет важнейшее заявление по поводу процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии. В феврале процентная ставка осталась неизменной на уровне в 1,75%. Председатель Резервного банка Грэм Уиллер сказал, монетарная политика будет оставаться мягкой на протяжении длительного времени из-за значительной неуверенности, в частности, в отношении международных прогнозов. И, возможно, нам придётся изменять свою политику в соответствии с ситуацией. С вами был Киес Халил и вы смотрели экономический календарь на среду. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях четверга. Всего доброго!